Меня зовут Неминов Виталий, я генеральный директор ручной сети 7 плюс я из города Самара. Наша сеть работает в формате дроггери. У нас объединение порядка 130 магазинов. Мы работаем в пяти регионах Российской Федерации. Но события, которые проходят в нашей стране, они мимо ритейла, безусловно, не проходят. Мы наблюдаем смещение покупателей к поведению с точки зрения экономии, с одной стороны. При этом покупатель по-прежнему хочет получать определенный выбор. Наверное, с этим связано, что формат дроггери сегодня продолжает быть популярным. И женщины наши замечательные, российские, по-прежнему хотят выглядеть красиво и многое для этого делают. Быть честным с покупателем. Пожалуй, это самое главное, потому что в непростые времена наша задача вместе все-таки разделять ситуацию, в которой находится наш покупатель. И это ключевая задача — быть честным и двигаться вместе вперед. Ведь у наших покупателей не увеличили заработные платы сильно. В 2014-м году или в 2015-м люди примерно зарабатывают те же деньги. А еще хуже того, что подорожание многих вещей прошло у них. Еще меньше на покупке остается финансов. И здесь мы должны им помочь. Мы должны им предложить качественный товар по существенно более приемлемым ценам. Периодический интерес возникает, предложения появляются, но мы пока не планировали. Бизнес развивается, компания растет. Мы верим в себя. Наверное, как сказал в недавнем интервью Сергей Галецкий, когда мы начнем ходить на работу, а не к своему делу, потому что это интересно, тогда, наверное, уже надо будет задуматься, куда двигаться дальше. Некоторые шаги по проникновению в интернет мы делаем, но на сегодняшний день мы не ощущаем максимальную эффективность от этих вложений. Поэтому это эксперименты, мы их проводим, но пока на этом не основывается наш бизнес. У нас разрабатывается интернет-магазин. Были предыдущие эксперименты, они не показали достаточных результатов в нашем сегменте рынка. Я не только считаю, но я этим занимаюсь и вместе со своими коллегами и партнерами. Помимо того, что я генеральный директор розничной сети Самара, я являюсь председателем правления кооператива «Дрогери Союз», в который входит 9 «Дрогери Сетей» по всей Российской Федерации от Северо-Запада до Красноярска. У нас проходят активные интеграционные мероприятия. Я вижу большое будущее за этим. Всегда, когда люди объединяются на основе доброй воли, всегда необходимо находить компромиссы. И когда иногда речь идет о том, что необходимо, может быть, даже с точки зрения некоторого уменьшения прибыли, в тактическом периоде нужно пойти на этот шаг, чтобы в долгосрочной перспективе все выиграли. В том числе и на это. Не только готов, но уже и возглавляю. Это первое. Второе. У нас сегодня уже существует несколько торговых комитетов, мы их так называем. Это как отделы в большой компании. У нас есть комитет по финансам, комитет по СТМу и так далее. И эти комитеты, в них работают профильные специалисты. Как правило, конференции бывают раз-два в году очные. И плюс еженедельный скайп. При этом вырабатываются современные решения, адекватные сегодняшней ситуации на рынке. Мы работу с затратами никогда не прекращали, независимо от периода времени, в котором мы живем и работаем. Мы с затратами работали и в 2013, и в 2014 году. Может быть, актуальность в 2015 повысилась, и мы серьезные движения в этом направлении делаем. Но очень важный аспект. Мы развиваемся, и поэтому в развивающейся компании к работе с затратами надо относиться осторожно, очень внимательно. Там, где необходимо серьезно повысить операционную эффективность, мы это делаем регулярно. У нас много технологий, мы экспериментальная компания. Даже сегодня на конференции звучит очень много того, что частично уже было нами реализовано или находится в процессе реализации. Я считаю вообще, что IT и ритейл – это две вещи тесно взаимосвязанные, одно без другого не бывает. И нужно в этом двигаться еще активнее, и у нас в этом большие планы. Отличная технология. За границей мы видим очень много примеров, когда это работает, но далеко ходить не надо. И у нас некоторые западные, отечественные игроки серьезные эксперименты проводят. Мы оценивали эффективность этого подхода для нас на сегодняшний день с тем, что все-таки количество магазинов большое, а сами магазины по формату не очень большие, то мы не видим экономической целесообразности при сегодняшних сценах на электронной ценнике. Когда наша отечественная промышленность сделает товарозамещение, мы наверняка будем в первых рядах. Как компания мы сегодня работаем уже в пяти регионах, и это существенные территории, в которых сегодня надо активно развиваться, нести качественный сервис для наших покупателей, и мы там видим очень большой потенциал. Поэтому на ближайшие примерно три года мы не планировали выходить за пределы этих регионов. Сложно сказать, неоднозначно. Я не ощущаю, что стало намного больше проверок. Они идут в обычном режиме, поэтому не могу сказать. Но это правильно, потому что кодекс добросовестных практик, я считаю, это правильная вещь. И то, что люди об этом говорят и договариваются о правилах работы в отрасли, это очень важный момент, это позволяет как поставщикам, так и ритейлерам понимать границы допустимых вещей, и от этого эффективность взаимодействия только повышается. Я обоими руками за. Наша компания относительно небольшая на фоне национальных игроков, но я думаю, до нас дойдет очередь, мы подпишем. Пожалуй, пожелаю главного, чтобы наши покупатели, которые сегодня уже выбирают наши магазины, они их также продолжали любить. И при выборе, куда пойти, они продолжали делать этот правильный выбор и шли к нам, в магазин наших партнеров. Ну, безусловно, того же самого, что и себе с точки зрения покупателей. И самое главное, самер совершенствуется. Потому что в нашей компании принята политика обучения, пожизненного мы много учимся и много приносим новых практик. И я считаю, что это залог успеха любого ритейлера. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться.